Здравствуйте! Сегодня поговорим о воинской славе. 17 мая 1801 года в Петербурге был открыт памятник генералиссимусу Александру Суворову. Обратите внимание на то, что инициатором установки монумента был никто иной, как император Павел I. Поэтому памятник поставили у инженерного замка на берегу Мойки. Скульптор Михаил Козловский изобразил великого полководца в бронзе в образе молодого бога войны Марса. И его творение стало первым памятником некоронованной особи в России. В 1818 году памятник был перенесен на современное место к набережной Невы. В годы Великой Отечественной войны он оставался единственным военным монументом, который не был укрыт от вражеских бомб и снарядов. Мимо него пролегал путь советских солдат на фронт. 17 мая 1846 года австриец Адольф Сакс запатентовал новый музыкальный инструмент. Легко догадаться, что изобретатель дал ему свое имя. Саксофон. Его друг, композитор Гектор Берлиос, всячески пропагандировал новый инструмент с весьма выразительным тембром звучания. Саксофон можно встретить в партитурах французских опер 19 века, а также в сочинениях наших соотечественников Мусоргского, Рахманинова, Прокофьева и Шостаковича. Обратите внимание на то, что в 20 веке саксофон стал королем среди джазовых инструментов. И здесь мы снова вспоминаем наших мастеров игры на саксофоне. Среди них мы выделяем народного артиста России Алексея Козлова, который иронично назвал книгу своих мемуаров «Козел на саксе». А сейчас самое время вспомнить историю нашего Отечества, одну из самых драматичных ее страниц. 17 мая 1918 года началось восстание чехословацкого корпуса по всей Сибири и по Волжью. Обратите внимание на то, что численность корпуса составляла более 40 тысяч человек, рассредоточенных по крупным городам вдоль Транссибирской магистрали. Заметим, что основу корпуса составляли военно-пленные, поданные Австро-Венгрией. Именно нежелание чехословаков разоружиться и привело их к конфликту с советской властью. Заметим, что не все чешские солдаты оказались в стане врагов. Среди тех, кто перешел на сторону большевиков, был и Ярослав Гашек, солдат Первой мировой войны и будущий автор знаменитого антивоенного романа о похождениях бравого солдата Швейка. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций, кроме одной. Откладывайте в сторону ваши гаджеты, берите в руки книги. Как говаривал Станислав Ежелец, в природе ничего не исчезает следно, кроме избывшихся надежд. До новых встреч!